Деятельность Минска группы ОБСЕ за всё время своего существования оказалась безрезультатной и безуспешной. Все эти годы Армения уклонялась от своих прямых обязательств, прописанных в резолюциях ООН и других документах. Ереван, нарушая все нормы и принципы международного права, регулярно совершает военные провокации в отношении Азербайджана. Баку на законных основаниях имеет право вести контрнаступательную операцию по освобождению своих территорий. Азербайджан пошёл на гуманитарное перемирие из гуманных таких соображений. Действительно, необходимость, видимо, была на то, чтобы осуществить вынос тел погибших из той и с другой стороны. И этот шаг, безусловно, был ещё очередным сигналом властям Армении о том, чтобы уже, наконец, сесть серьёзно за стол переговоров и решить этот вопрос миром один раз и навсегда. Откладывать статус-кво, он уже, как сказал наш президент, это уже неприемлемо абсолютно. От военных провокаций Еревана пострадали мирные граждане Азербайджана. Ракетный обстрел второго повеличения города страны Гянджи – это акт террора со стороны армян. Причём обстрел был совершён примерно через 12 часов после гуманитарного перемирия. Армения должна нести ответственность за преступления, совершаемые против мирного населения Азербайджана. Была осуществлена бомбардировка вероломная ночью, когда люди спали. То есть это уже не даже зона Карабаха. Эта ракета была выпущена с территории уже Армении. Естественно, как и всё мировое сообщество, мы понимаем, что при вот таком шаге руководство Армении ждёт Гаага. В своё время это был Нюрмир, а это уже нарушение всех конвенций 1944 года о переносе боевых действий и уничтожении, целенаправленное уничтожение гражданского населения. Ракетный удар, нацеленный на Мингичеверскую теплоэлектростанцию, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, свидетельствует о политике террора власти Армении. Такого рода действия совершаются от безвыходности армянского руководства, подчеркнул Юрий Осадченко.